Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня я хочу вам предложить начать со мной вместе реализовывать каталог товаров. Ну это уже будет новая версия 2023 года. Почему новая? Потому что была предыдущая реализация на версии SPDT Netcore 2.2 и это было около трех лет назад. Может быть чуть больше, чуть меньше. И в каком-то видео предыдущем я даже сделал, так сказать, работу над ошибками. Описал, что можно было сделать по-другому, как можно было сделать. Ну и сейчас вы понимаете, что все меняется, причем настолько сильно и быстро, что три года это очень большой взрыв, особенно в среде разработчиков. Ну и в общем начну реализацию, буду комментировать то, что я делаю. В общем предлагаю вам подключиться. Давайте переключимся Visual Studio и посмотрим, что у нас в задаче. То есть поднимем тот план, который был для предыдущей реализации и просто реализуем его потом. Итак, я воспользуюсь репозиторием, который уже был. Давайте я вам покажу. Где-то вот здесь вот он был. Вот. И в этом репозитории на самом деле я сделал Tech, который 2019 года. И то есть там осталась старая версия. Если будет интересно, посмотрите, чем она изменилась или нет. Я в новой вебке, вернее в новом коммете я почистил содержимое, теперь у меня в папке Source вообще нету. И соответственно вот сейчас Visual Studio и давайте как раз это все и создадим. Я создаю новый проект на основе шаблона микросервис-темплейт, который встроен OpenADD с авторизацией 2.0. То есть в предыдущий раз мы использовали непосредственно identity-сервер, сейчас это будет OpenADD. Давайте так же назовем. Так, давайте. Калабонда. Каталог. Хотя зачем я пишу это? Давайте я прям открою. Вот он каталог. И вот сюда я положу Source. Вот. И соответственно так же назову каталог. Может быть, наверное, чтобы немножко отличалось. Вот давайте 20-23. Пусть так и называется. Вот. И соответственно у меня теперь чисто новый проект. Единственное, наверное, что я перетащу. Если говорить про то, что было хорошо сделано в предыдущей версии, так это то, что модели и инфраструктура была отделена от реализации. Поэтому я сейчас просто скопирую из предыдущего проекта. Я его открыл в райдере, чтобы не путаться и вас не путать. И вот здесь я сделаю таким вот образом. Открыть Explorer. Возьму вот эти вот модели. Хотя нет, продукта мне теперь не нужен. И вставлю их вот в этот проект. Ctrl-V. Вот. Ну а теперь нужно немножечко здесь навести порядок. Для начала давайте разберемся. Итак, я поменяю namespace. Вот таким вот образом. Вот. А теперь давайте модели приведем к нужному виду. Потому что, собственно, игра в .NET 6, в частности, появилась возможность. Кстати, я это делаю сейчас на версии 7. А в .NET 6, ну вообще, на самом деле, гораздо раньше. В версии 3.1 появилась nullable. Ну в 6 она очень сильно поддержана. И вот эти вот nullable нужно довести до ума. Здесь я скажу, что у меня не может быть модель name null. И я скопирую это, потому что... description у меня может быть null, products. Ну давайте воспользуемся листом и поставим его null. Дальше следующая часть event item. Это у меня уже была, собственно говоря. Пусть остается для логов, для примеров. Здесь возьмем identity. Ну вот identity у меня, на самом деле, два. Наверное, да? Нет. Она взялась domain-based. Так. Ну ладно. Лог identity. Вот мне лог точно не нужен второй. Давайте его удалим. Продукт. Продукт у нас из auditable. f12. Да, вот он он. Здесь нужно сказать, что это теперь у меня не null. Это может быть null. Сохраняем. Дальше. Editable. Review. Контент у меня не может быть null. Юзернет не может быть null. Потому что если мы оставляем review, то как, соответственно, может быть? Ну и тоже не может быть null. Потому что продукт, на который пишется review, должен быть. Так. Ну здесь мы поставим, что он не равен null. Ну, смотрите. В шаблон зашита такая штука, как name identity. Ну, теоретически, здесь вот надо поправить, что это не равно null. Brief. Наверное. Ну, мне для этого проекта, видимо, это не потребуется. Я их куда-либо так вот. Product tag. Мне теперь не нужно. Раньше невозможно было сделать ко многим без дополнительной таблицы. То есть длинные связи. Теперь entity framework это прекрасно поддерживает. Я единственное, что поменяю, это лист. И, наверное, это теперь не tag, а просто products. И, соответственно, в самом продукте, что-то я не дошел до этого. Да, давайте так вот доделаем. Это у нас будет tags. Ой, вернее, tag. Пусть тоже будет лист. И это будет у нас тоже лист. И review, соответственно, она тоже может быть null. Ну, мы можем заинкудить, а можем не заинкудить. Это как бы на самом деле логично. Description может быть null. Давайте оставим. Name не может быть null. Ну, вот как-то вот так это все примерно выглядит. Теперь давайте я добавлю. Вот таким вот образом сделаем. Так, теперь нужно разобраться с базов класса. Они тут, конечно, есть и хорошо. Нужно найти, которые не используются. И это я сейчас быстренько сделаю. Здесь 2. ViewModel, наверное, тоже поддержим. Sortable. Ну, вот Sortable у меня не используется. Хотя нужно подумать, будет у меня где-нибудь сортировка. Ну, давайте я уберу это из проекта. Так, Type Helper. Ну, теоретически он мне тоже не нужен. Это шаблон. Я просто его очищу для того, чтобы это было... Ага, вот это шаблон есть. Хорошо. Закроем все проекты. И, смотрите, теперь мне нужно... Ну, во-первых, мне нужно настроить эти модели, чтобы они ложились в базу очень красиво. И я покажу, как это будет. Без настройки, без настройки. У меня есть Postgres, я буду в него все складывать. Postgres в докере. И, соответственно, мне нужно настроить здесь, ну, строку подключения. Так, давайте я вот так вот сделаю. А теперь мы добавим. Ну, пусть будет SA Passport. Давайте я свой фирменный пароль вставлю. Где он? Вот он. Localhost. Пароль. Датабейс. Ну, пусть называется... Каталог. 20. 23. Или давайте каталог. DP. 20. 23. Вот таким вот образом. Дальше я бы хотел подключиться к базе данных. А для этого мне нужна строка подключения. И, собственно говоря, терминал, в котором я напишу... Ну, давайте для начала проверим, какая версия DB. Entity Framework. Дот. Надо проверить. Дот. Нет. Entity Framework. Нет. Давайте так. Tool. Вот у меня есть команда. Tool. Ну, давайте сразу нажму, раз она подсветилась. Да. 7.3 у меня уже установлено. Ну, отлично. Тогда можно сказать следующее. EF Database. Нет. Мне нужна Migration. А вот. Add Initial. Не подходит. Потому что, да, я не в том каталоге нахожусь. SD. Давайте выберем каталог. Infrastructure. И выполним команду еще раз. Different Pattern. Так, так, так. Ага. Мне нужно еще прописать строку подключения. Ну, давайте я вот таким образом скопирую. И найду PrecationDB контекст. Вот оно. А, он закомментирован. В шаблоне это есть. Вам тоже наверняка это пригодится. И так. У меня даже не установлен еще Postgres. Так. Давайте я сюда вставлю. Здесь мне нужно что сделать. Мне нужно установить многит-пакет. Который называется Boost. А вот он есть. Entity Chromebook. Вот он. Прям наверху. Я не вижу. А вы молчите. Так. Ну, и теперь, соответственно, здесь мне нужно написать. Use Npgsql и Telephone Cutter. Так. Теперь я использую провайдер, который подключается к Postgres. Строка подключения есть. Давайте попробуем создать миграцию. Миграция создалась. И давайте посмотрим, что там внутри нас создавалось. Ну, вот вы видите, что... Так. Ну, это стандартная таблица. RentItal. Ну, для нее, собственно говоря... Так. Я не вижу. Тоже нет. То есть, все значения делись по умолчанию. И, соответственно, максимальное количество символов туда нужно воткнуть. И это, на самом деле, мне подходит. Я хочу немножко ограничить. То есть, задать конфигурацию. Я обычно делаю в классах. В профилях, так называемых. Где вот, допустим... Где-то тут есть... ContraLive Products. А! Их даже нет. Ну, смотрите. Их нету, потому что у меня здесь только три модели. Давайте все созданные модели запихнем, собственно говоря, в Entity Framework. Так. Я их сделал. Ну, соответственно, миграцию я хочу удалить. Она мне не нравится. Так. Миграции удалились. Это нужно закрыть. Это можно закрыть. Так. Еще что у меня есть. У меня есть EventItem. Так. Ну, давайте попробуем еще раз. Теперь. Миграция. Посмотреть, появятся ли они в моем Entity Framework. То есть, в моей миграции. Так. Миграция осталась. Открываем. Смотрим. AppleProducts. Вот они, продукты появились. Review. Вот. Review. В общем. Теперь осталось только задать, собственно, эту миграцию тоже удалю. и задам свойства, которые мне нужны. Я их тоже скопирую из предыдущей реализации. Где-то здесь вот у нас были Model Configurations. Я, соответственно, также открою Explority. Скопирую всю папку. И прям ставлю вот сюда. И надо перепроверить эти самые настройки. Ну, вот это теоретически. Ну, давайте так. По порядку. Есть у нас Application. Это теперь можно убрать. В новой версии она не потребуется. Аудитовый. Пойдет. Сейчас настроим Xename Spaces. Хорошо. И поехали. Категория у нас есть. Log Level. Ну, вот Log Level мне теперь. Это будет у меня Event... Нет, как он называется? Event Item. Опять же, для красоты. Пусть будет. И вот таким вот образом. Ну, модель у меня собрали. Название поменилось, а тип модели остались. И сюда, соответственно, пишем Event Items. Ну, я буду сюда писать логи каким-то. Бизнес, какие-то операции. Ну, уже определимся. Так, что тут подчеркивает? Так. Generic. А, вот. Видите? Сейчас мы все это поставим. Ага. И поехали дальше. А, ну, здесь нужно, наверное, все-таки переименовать его в Product. Отлично. Здесь уже все настроено. Product Tag мне теперь не нужен. Потому что таблица связи не требуется. Терморк умеет многие ко многим теперь подставлять. Ну, и теоретически можно снова запускать генерацию. Для начала, конечно, нужно было все сохранить. Или у нас появились ошибки. Сейчас посмотрим, что это значит. Мне надо прочитать ошибку. Аудитбл. Аудитбл. А у нас аудитбл. 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 Так, давайте проверим. Пробежимся по всем ошибкам. А, ну да, конечно, она просто не подключилась в ревью, и собрать проект, и проект собрался, ну а теперь можно тогда запустить миграцию. Создалась миграция, так, закроем всё, и откроем снова миграцию. Так, и посмотрим, собственно говоря, меня интересуют настройки. Вот, смотрите, sp.net.rolls, это создал Microsoft, ну, а, нет, смотрите, всё правильно, это моя уже сущность, и она подключила все нужные настройки, которые были указаны в файлах конфигурации. Отлично. Ну, опять же, повторюсь, это всё у меня сделано в шаблоне, поэтому я дополнительных никаких манипуляций не делал, но теоретически, если вам потребуется это, то есть у меня здесь definition, здесь database context, и вот здесь вот, а вот эти вот, нет, вот, а вот тут ещё не поставленные, давайте это тоже удалим, здесь у нас нужен также вот такой вот, и здесь возьмём Builder, нет, вот так вот, возьмём Builder, упс, пишем configurations, так, ну, а если возвращаться к вопросу про, где подключаются конфигурации, вот, application context, вот, есть наследник от него, и здесь где-то есть он model, ну, давайте быстренько, он model, вот, creating, здесь мы используем рефлексия, которая разбирает, в общем, находит все профили модул конфигурации, ну, и подключает их, соответственно, есть уже другие реализации, но она работает и бог с ним. Так, на этом мы пока заканчиваем, давайте всё-таки создадим базу данных, а, миграция у нас создалась нормально, давайте теперь database, ну, и, соответственно, update. Отлично, у нас запустилась миграция, так, это мне не нужно, давайте я открою базу данных, мы проверим, есть у нас или нет база, да, смотрите, всё создалось, поэтому мне не нужны, вот, ну, и в базе давайте подключим схему, по умолчанию, вот так вот и ключу, база ненужная, собственно говоря, мне нужно проверить, что у меня есть, мои таблицы, да, вот они все появились, и, соответственно, с нужными, видимо, настройками, сейчас перепроверим, так, роду, да, все настройки применились, в общем, база данных готова, можно, собственно говоря, двигаться дальше, а на этом я с вами прощаюсь, подключайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, продолжим потихонечку пересоздавать этот самый каталог, пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok